всем добрый день вы на канале вязание от ангелины азимок подписываемся на яндекс цен youtube рутюб телеграм и вяжем вот такую красоту сегодня у нас идет еще пока не шаль к шаль будет следующем видео мастер-классе сегодня я предлагаю вам освоить безотрывные мотивы пышный столбик с петлями соломона как вяжется сам мотив как он соединяется как он заканчивается это все будет сегодня а на следующем видео мастер-классе свяжем вот такую красивую шаль сегодня предлагаю разобрать как вяжется вот такой мотив объемный цветочек и петли соломона научимся его вязать а в следующем мастер-классе уже будем их соединять и образовывать такую красивую интересную шальку сегодня просто мотив у нас слоневская пряжа такого нежного цвета что нам необходимо до закрепили крючок вяжем 1 2 3 4 5 воздушных петель замыкаем в кольцо воздушная петелька и теперь нам нужно провязать в кольцо 8 столбиков без накида 1 2 3 4 5 5 6 7 7 и 8 в первую петлю у нас помните воздушная петелька было мы соединительным столбиком объединяем весь наш кружочек и вяжем дальше 1 2 3 наша задача связать либо пышные столбики либо в моем случае я предлагаю связать узор попкорн потому что пышные столбики получаются не у всех вяжем 2 в одну тоже в одну точку три четыре пять пять столбиков узор попкорн повторяет пышные столбики но просто немножко в другом варианте ниточку вытащили и в первые три петли подъема у нас были в кау в это место и вот таким образом провязываем теперь наша задача провязать петлю соломона вытянули где-то на сантиметр провязали и еще одну примерно на сантиметр вытянули теперь саму петлю вводим крючок с ниточкой между петлей и накидом вяжем столбик без накида 2 петли соломона у нас образовалась теперь в следующий столбик без накида у нас же их 8 нам нужно 8 пышных столбиков либо 8 я вижу узором попкорн пышных столбиков 2 3 4 5 5 столбиков с одним накидом в первый столбик вводим крючок ниточку из последнего и провязываем у нас получается вот такой пышный столбик неплохой себе воздушная петля и нам нужно связать ну вот очень маленькие петли соломон прям очень маленький раз такие ему ли пуски провязали и еще одна петля такая же маленькая то есть у нас идет чередование две большие петли соломона две маленькие петли соломона и опять следующий столбик вяжем 5 столбиков узор попкорн который образует пышный столбик 2 3 4 5 5 столбиков провязали в первый столбик вкалываем крючок и все вместе провязываем воздушная петля закрепили разнос 2 маленькие значит теперь две большие петли соломона вытягиваем петельку и провязываем петля соломона 1 для соломона 2 и опять пышный столбик то есть узорчик простой цветок я думаю будет понятны 2 запомнить легко 3 4 5 4 5 и опять провязываем 4 5 вот нас получилось половинка узора большие петли образовывает угол и угол маленькие мы будем соединяем еще две маленькие петли соломона чередуем две маленькие 2 побольше провязываем пышный столбик 1 2 3 4 5 закрепляем и две большие петли соломона 1 и 2 теперь провязываем 8 воздушных петель то есть мы делаем переход провязываем сейчас переход для следующего мотива 1 2 3 4 5 6 7 8 давайте 9 сделаем и отсчитываем 1 2 3 4 5 6 воздушную петельку замыкаем делаем воздушную петельку и наша задача провязать круг 8 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 8 провязали находим самый первый столбик соединяем провязываем 3 воздушные петли 1 2 3 еще одну добавим 4 и находим наши воздушные петли у нас оставалось 3 штучки и подкалываем то есть у нас уже здесь с образовалась два столбика из пяти а нам же нужно 5 для попкорна довязываем третий столбик 4 и 5 теперь у у нас есть все чтобы связать первый лепесток у нас 4 воздушные петли были и вот четвертую подкалываем подхватываем и провязываем затягиваем затянули теперь маленькая петля соломона маленькая 1 наша задача соединить с тем мотивом которым уже с вами связали вот у нас маленькая большие мы оставляем большие на потом а вот там где маленький мы объединяем в центр и соломона калом крючок подхватываем петлю соломона который у нас есть воздушная петля и вытягиваем маленькую вот у нас произошло соединение половинка мотива связано вяжем второй мотив 1 пышный столбик у нас есть во второй столбик без накида вяжем 5 столбиков с одним накидом 2345 первый столбик подхватываем ниточку заводим в первый столбик и воздушная петля закрепление большой пышный столбик большая петля соломона наши маленькая была тире большая опять смотрим наш мотив вот он угловой у нас угол и угол и вот в угловой угловую петлю соломонов большую вводим наш мотив всех первые для воздушная и петля сломана такое соединение в центр и опять провязываем пышный столбик соединение такое простое в центр петли соломона вводим мы либо маленький либо большой угловой 345 в первый столбик подхватываем заводим укрепляем вот что у нас получилось вот такая симпатяшка теперь мы довязываем наш цветок у нас большая петля соломона значит две маленьких раз и еще два пышный столбик вязать знаем умеем у нас восемь столбиков без накида внизу нам нужно провязать 8 пышных столбиков то есть в каждый столбик без накида вяжем пышный столбик из пяти подхватили закрепили раз у нас маленькая петля была соломона значит теперь две больших большие петли соломона образовывает угол нашего мотива и опять продолжаем провязывать то есть сегодня мы с вами изучаем смотрим пробуем вязать интересный квадратный мотив из пышных столбиков пышные столбики петли соломона интересное сочетание а на следующем мастер-классе я предлагаю связать таким мотивам шальку вот смотрите угловой связали значит две петли соломона маленький шар или бактус а может быть в узор возьмете и свяжите себе шикарный палантин а может наоборот кофточку желе до следующие вяжем то есть чередуя петли соломона большие и маленькие провязывая основным узором пышный столбик мы с вами вот такую красоту пять столбиков и свяжем легко запоминается узор легко вяжется если у нас большие петли маленькие значит сейчас две большие уголочек 1 петля 2 заканчиваем наш мотив идем обратную сторону то есть мы довязываем его как если бы вы набрали необходимое количество цветочков и пошли в обратную сторону 345 то есть мы свяжем с вами два мотива безотрывным способом как их соединять я вам показала 9 воздушных петель две маленькие петли соломона считаем раз два три 4 5 6 7 7 пышных столбиков должно быть 8 то есть мы довязываем последний пышный столбик и начинаем соединять с первым мотивом 345 находим наш первый столбик вводим крючок него воздушная петля для закрепления вот это у нас 8 все теперь наша задача объединить что мы делаем мы вяжем одну большую петлю сломан и смотрим смотрите у нас есть было две петли в центр в центре мы вкалываем объединяем и вяжем еще одну петлю сломан две петли соломона провязаны и у нас мотивчик вот он то есть мы с вами довязываем 1 мотив пышным столбиком два три четыре пять раз воздушная петля раз у нас были большие столбики петли соломона сейчас маленький чередование никто не от меня и узор легко запомнить всего лишь пышный столбик и для соломона довязываем наши пышные столбики чередуя петли соломона большие маленькие 1 2 3 4 5 раз два три 4 5 6 7 7 связали большая петля соломона 1 и 2 значит а маленькая должна быть 1 2 3 4 5 6 7 и пышный столбик последний у нас идет с вами 1 так 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 2 3 4 5 довязали воздушная петля и две петли соломона маленькие 1 можно вторую петлю связать присоединить сюда а можно вершинку пышного столбика провязать чтобы оказаться в центре для чего можно закончить и так и и так вот так у нас получилось два мотива пышные столбики и петли соломона сочетание очень интересно очень красиво я заменила пышными пышные столбики узором попкорн мне кажется это стоит того потому что пышные столбики не всегда получаются одинаково красивыми а узел узор попкорн его легко связать одинаково предлагаю попробовать освоить дело несложное имейте ввиду что во всех видео мастер-классах есть функция всех гаджетах поставить на медленную скорость и посмотреть если что-то непонятно ставьте стоп еще раз повтор стоп медленный просмотр и тогда вы сможете просмотреть на той скорости восприятие которое вам удобно я вижу так как я умею вязать медленнее вязать и не умею поэтому вариаций много предлагаю посмотреть попробовать связать в следующем мастер-классе предлагаю посмотреть как вяжется шаль очень интересным образом такими вот мотивами огромное спасибо если вы досмотрели ролик до конца на самом деле это очень важно досматривать до конца а только потом вязать и до новых встреч подписываемся на яндекс дзен youtube против телеграм и вяжем вместе со мной